Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет обзор книги французского писателя Даниэля Пинака «Как роман». Как часто мы слышим фразу о том, что нынешние подростки не читают. Взрослые при этом винят в современное общество, систему образования, различные гаджеты. Заставить детей полюбить читать невозможно. Но Даниэль Пинак в своем педагогическом эссе в очень легкой и доступной форме дает практические советы, как вернуть радость от процесса чтения. Даниэль Пинак, известный своими произведениями для детей и взрослых, имеет более чем 25-летний педагогический опыт. Его эссе «Как роман» 1992 года перевернуло все сложившиеся в современной системе образования представления о том, как нужно преподавать литературу, чтобы дети не потеряли интерес и любовь к чтению. Перед тем, как чтение стало принудительной обязанностью, главной целью родителей было удовольствие ребенка. Ради него родители обретали дар сказителя, выдумывали различные истории, рассказывали чужие сказки или просто читали вслух. Они открывали ему бескрайний мир фантазии. Родители становились для ребенка личными романистами и единственными в мире рассказчиками. Взрослые разожгли читательский аппетит малыша до такой степени, что ему самому не терпелось начать читать. В этих вечерних ритуалах чтение было подарком, за которое не требовалось отдавать ничего взамен. И, конечно, они становились временем проявления любви и близости между родителем и ребенком. Первоначально школа заряжала истинным энтузиазмом ребенка, когда получалось прочитать и написать первые слова. Этот процесс был сродни восторгу алхимика. И тогда родители решают положить конец вечерним чтениям. Родители приходят к выводу, что школа учит ребенка читать, и ребенок этим загорелся, что теперь он стал большим, может читать сам, один, без поддержки и вернуть взрослым, наконец, четверть часа свободы каждый вечер. Ответственные за то, что дети теряют интерес к чтению, пинак возлагает именно на взрослых. Ведь именно родитель предает ребенка, решив разрушить единство, родитель, сказка и малыш, и оставив его один на один с враждебной книгой. Еще и добавилось ожесточение папы и мамы, которые выспрашивают смысл прочитанного, требуют прочтения определенного количества страниц к указанному сроку, да еще и лишают телевизора или компьютера в качестве наказания, если условие не выполняется. Пинак пишет «Ребенок изначально хороший читатель, каким и останется, если окружающие взрослые поддержат его энтузиазм, поощрят его желание учиться, прежде чем вменят ему в обязанность заучивать, будут сопутствовать ему в его усилиях, согласятся жертвовать вечерами, вместо того, чтобы стараться выиграть время, не позволят себе превратить в повинность то, что было удовольствием». Вернуть радость чтения легко. Не нужно ждать, чтобы прошли годы, достаточно дождаться вечера и снова возобновить чтение вслух и перечитывание даром его любимых сказок. Ведь перечитывать не значит повторяться, это значит давать каждый раз новое доказательство неутомимой любви. Ребенок снова открыт повествованию. Прогресс последует. Сначала он ткнет пальцем в пропущенную вами случайно строчку, которую прочтет вслух, переспросит, как пишется слово, а затем начнет читать с каждым разом все охотнее и охотнее. Поначалу любимые места из книги, а затем и целые тексты. Но что же делать со старшими школьниками, которые не хотят читать? Пинак предлагает выход. А что если вместо того, чтобы заставлять читать, учитель вдруг решит поделиться собственной любовью к чтению и радостью от этого занятия? Пинак приводит в пример класс, состоящий из подростков, которых отчислили из лицея в центральных округов, потому что их оценки не давали никаких надежд. И, конечно же, эти подростки не любят читать. Учитель приходит в класс, достает книгу не из школьной программы, просит учеников отложить ручки и расслабиться, и начинает весь урок читать вслух увесистый том. Учитель не задает вопросов и не дает заданий, ведь чтение — это подарок, а любознательность не вынуждают, а пробуждают. В результате ни один из учеников не стал дожидаться, пока учитель доберется на последующих уроках до конца той или иной книги, а дочитал ее раньше. Между тем, заслуга учителя тут невелика. Просто радость от чтения была совсем близка, задавленная у этих ребят давним глубоко укоренившимся страхом не понять. Учитель помог примирению с книгой. Позднее эти подростки сами, без принуждения пройдут путем, который ведет от романа к его автору и от автора к его эпохе, от прочитанной истории к ее многогранному смыслу, а также придут от книг, которые можно читать, книгам, которые нужно прочесть. Пинак завершает эссе декларации прав читателей и добавляет, чтобы подростки читали, первым делом надо предоставить им все те права, которыми мы пользуемся сами. Вот эти права. Если подросток не хочет читать, пусть не читает. Если ему интересны только отдельные фрагменты, пусть себе читает книгу по диагонали, отслеживая развитие заинтересовавшей его линии сюжета. Если книга не по душе, ее можно отложить в сторону. И наоборот, понравившееся произведение можно зачитать до дыр. Можно читать, что попало, и упиваться тем, что более опытным читателям кажется безвкусным. Можно читать где угодно и как угодно, про себя или вслух. Хоть середина книги, хоть с конца. И, наконец, у каждого читателя должно быть право молчать о прочитанной. Книга написана с большой любовью к детям, человеком, который поистине любит книги и готов поделиться этой радостью с другими. Пинак, конечно, делает акцент на том, что прежде всего нужно начать с себя. Взрослым нужно не только продолжать совместное чтение вслух с детьми, но и самим почаще браться за книгу, чтобы личным примером показывать ребенку, что чтение является приятным и обычным занятием. И, конечно, поддерживать диалог со своими детьми. Делиться с ними рассказами о своих любимых книгах. Ведь, как подмечает автор, лучшим, что мы прочли, мы обязаны чаще всего тому, кто нам дорог. И с тем, кто нам дорог, мы об этом и заговорим. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok